всем привет канал меня было я в лесопарке отдыхаю метаю ножи решил немножко отдохнуть и решил снять ролик про похудание это у меня уже сейчас третья волна которую я 3 атака я называю навес которую я предпринимаю уже первая была вообще там давно что-то получилось со 113 я спрыгнул на 88 килограмм потом отыграл на 105 там вторую волну запустил через какое-то время уже за 105 прыгнул на 83 обратно вернулся где-то на 96 97 98 вот туда куда-то под сотню и сейчас третья волна набрался большого опыта много анализировал много смотрел ролики много изучал ситуацию и пришел к однозначному выводу что есть очень важные моменты их много и есть такие моменты они самые важные и вот про один из самых-самых важных моментов которые вообще практически все определяет очень мало говорят очень мало объясняют этот момент именно из-за этого идут ошибочные представления что ты второстепенными моментами можешь решить главный вопрос понимаете ну грубо говоря надо пруд вычерпать у вас тут есть ведро ложечка чайная да и какой-нибудь маленькая ведерко ложечку чайную используйте там ведерко в лучшем случае а большущие ведро как бы она лежит в стороне и ждет своей очереди ведь большим ведром пруд вычерпать гораздо проще чем маленькой чайной ложечкой правильно вот особенно если черпаешь не попало куда когда куда попало черпу вычерпываешь даже ведром большим она обратно стекает к ты вычерпываешь и чтобы обратно ничего не приходило то есть только в одну сторону идешь это то что нужно а что значит сбросе веса идти в одну сторону это значит что нужно выбрать такой режим такой способ жизни который тебе будет совершенно подходящим и не напрягать тебя ни на что и когда ты сбросишь вес ты также будешь дальше продолжать жить вот тогда он обратно не вернется а если у тебя такая система что ты сбросил вес по этой системе но жить по ней ты не сможешь ты обратно возвращаешься на свои привычные рельсы а там опять подъем веса так было со мной два раза вот сейчас я понял что я начал питаться так как мне нравится мне комфортно мне очень хорошо мне удобно мне уютно у меня появилась энергия меня появился 5 вкус и к идее ко всему и меня это совершенно не напрягает мне это не трудно делать вот именно в таком манере сбрасывать вес объясню есть человек у которого длинные ноги и маленький корпус есть человек у которого короткие маленькие ноги и большой корпус соответственно у того кого длинные ноги будут маленький кишечник и желудок тоже а у того у кого короткие ноги будет большой желудок и кишечник соответственно берем среднего человека у которого средние ноги средний желудок и кишечник да вот этому среднему человеку под него собственно всегда все затачивается у нас на среднего не будет кто-то подстраивать режим питания детском пионерском лагере по человеку которого короткие ножки конечно всем остальным сразу будет некомфортно и вот под средние статистические данные получается что трехразовое максимум четырехразовое питание человеку нормальному нормально с длинными ногами он вынужден при таком раскладе всегда делать какие-то перекус очки понимаете и это в принципе вот этот вот расклад ну ему так положили ему в завтрак он его съел может быть что-то не доел желудок маленький не влезает потом после завтрака раз что-нибудь там схомячил потом обед он опять там сколько смог съел после обеда еще что-то схомячил потом полдник он опять его съел ну да потом еще что-то схомячил и так вот у него получается 6-7 приемов пищи это для него норма это для него хорошо он при таком раскладе не потолстеет ни при каких обстоятельствах как чем толстеть чтобы потолстеть нужен избыток а теперь возьмем кратконогого что кратконогому ему надо не трехразовое питание двухразовое питание но чтобы каждый раз был досыта обязательно чтобы он наелся так наелся и перерыв между приемом пищи должен быть большим очень большой поел завтрак поздний завтра какой там 12 часов и часов 6 или 5 еще раз поел и все и потом ему не хочется есть до самого завтрашнего дня никаких перекус к ему не надо но не хочется то при условии что он конечно же наестся как следует вот и когда он очень голодный естественно желудок-то большой кишечник то большой ему одной порции завтрака не хватает ему надо две тарелки каши съесть лучше 3 чтобы дотянуть до ужина 0 там до обеда но если большой промежуток также и там на ужине тоже побольше съесть и получается что если не давать не додавать вот этому кратконогому еду он будет постоянно голодным и постоянно голодный ему все время будет хотеться кушать постоянно стараться где-то еще что-то закусить и этим самым нарушить свой режим благоприятно а если кратконогому большим желудком часто питаться у него произойдет сбой вот в этой системе которая дает не глобулин а как инсулин у него его много вырабатывается на большой прием пищи а если ему часто и сделать то у него произойдет сбой разброд и из-за этого получится так что питание которое он будет есть оно не будет обработано как следует и уйдет жир а и он при этом будет все время ходить голодным потому что у него вот это выработок инсулина будет неправильным для его большого кишечника потому что на большой кишечник нужно много инсулину на большой желудок а на маленький мало соответственно маленькие порции часто и хорошо у кого маленький желудок и кишечник и и там не будет никаких сбоев все окей very fine и обычно вот такие вот длинноногие они всегда то я больше не хочу а кратконогие так не говорят я больше не хочу он даже если не хочет все равно будет есть потому что ну места много соответственно лучше сейчас наезд и как следует чтобы потом не голодать вот и я перешел на двухразовое питание и мне стало так комфортно мне не нужны эти перекусочки не нужны эти булочки пирожки я наелся утром вот сейчас приехал зоопарк собой зоопарк в лесопарк с собой вообще никакой еды не взял только термос чаем и молоко разбавлять чтобы он не такой горячий я знаю что до пяти вечера я здесь пробуду там до пяти до четырех поеду домой там опять поем и все и мне не надо будет до 26 дня ничего кушать понимаете и вес пошел вниз понимаете и даже вот я удивился тому что аппетит уже стал не таким зверским что мне все время хочется жрать конечно если не доедаю будет время хотеться кушать как я не доедаю клетки недополучают у меня питательные вещества почему они у меня недополучают потому что вот эти частые приемы пищи дробные данные такие вот они не работают на мой организм они наоборот только все портит какое-то время можно на этом продержаться но это не свойственно таким как я и сейчас у меня появилась энергия потому что весь этот инсулин который вырабатывается больших количествах вот на это большой прием пищи на один да он тютелька в тютельку и у меня все клетки получают питательные вещества все не голодные и мне уже даже получается что я есть не хочу и энергии у меня много я перешел на то питание которое мне свойственно и еще я сделал одну фишку очень важно потому что когда ты голодный да я хочется побольше закидать туда вот так как можно больше не глядя сколько там две тарелки 34 сколько влезет столько и закидаешь а потом а я обожрался сейчас я делаю хитро утром чтобы такой фигни не было я отрезаю ломтик сыра на него кладу кусочек масла и начинаю его жевать долго-долго-долго-долго-долго долго-долго-долго вот я его жую 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 а при этом что-то там готовлю завтрак там все разогреваем все подготавливаю всем раскладываю блюдо чтобы уже сесть потом и все съесть и тогда этот кусочек сыра я жую у меня этот зверский вот этот голод он выплеск вот этого озверина его нет я уже что-то уже начал есть и мой мозг уже начинает поступать сигналы они попадают в желудок там ну с запозданием и соответственно соответственно жуя вот этот вот сыр да долго долго так мелко-мелко-мелко перемалы его перемалы перемалы потом начинаю есть курагу тоже долго-долго жую и постепенно 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 мой организм увлекается в то что вот сейчас ему будет много еды потому что он вроде как заживал и жуёт без перед беспрестанно и он начинает вырабатывать у меня вот этот поджелудочная инсулина много и вот я начинаю есть яблоко я начинаю есть апельсин я начинаю есть банан я начинаю там творог с кефиром там еще и все наедаюсь наедаюсь наедать а потом большую большую тарелку овсяной каши на воде солью вот я уже не закидываю я уже такой сытый становлюсь да и в то же время не объедаюсь потому что если я еще одну тарелку возьму сразу же потому что одновременно я смогу две-три тарелки съесть запросто и тут же конечно же объемся если вот так сразу начну закидывать и вот это вот хитрость постепенное такое вовлечение процесс еды дает возможность съесть и много достаточно и очень хорошо накушаться наезд прям вот вообще до отвала что дальше уже все ну сыты все потому что частенько бывало в завтраке когда я вот такой прием не применял съедаю вот эту тарелку кашу его еще бы что-нибудь съесть потому что еще сигнал не дошел там же надо чтобы все это начало растворяться чтобы вещества пошли и тогда рецепторы скажут она все еды достаточно а если я сразу закидал еще ничего не пошло и мозг думает она надо еще пару тарелок сожрать и вот эти пару тарелок и дают привес веса так значит видите как сколько много тонкости уже рассказал что нужно два раза есть тому у кого короткие ноги они как раз коротконогие больше всего и толстые ходят длинноногих толстых очень мало заметьте как только на длинных ногах нет не толстая редко редко на толстых на толстых на длинных ногах но это это нонсенс это нонс с маленьким желудком не разжирней с большим да можно если неправильно кушать вот я удивился я в молодости ты как ел как я ел я же молодости завтракать ты не завтракал вообще почему я любил поспать так просыпаешься у блин опаздываю надо лететь бегом путягу или на работу еще куда-то завтрак остается нетронутым а уже к обеду я очень сильно хочу кушать и вот в обед я накидываю очень много а потом так как много поел в обед плотно очень долго не хочу кушать вообще ничего там пять шесть вечера может быть после работы еще покушал как следует и все и я был стройный как кипарис 76 78 килограмм а в армии то же самое там тоже завтрак я не ел мне не хотелось вообще аппетита не было на завтрак а вот зато на обед был очень зверский аппетит и вот такое питание оно как оказалось самое правильное как у меня было в молодости кто-то говорит а в молодости там обмен веществ обмен веществ как раз проистекает из образа действия они наоборот спутали причину со следствием вот и получили как говорится все стараются что-то делают и нифига не не выходит вот значит что дальше в обед я тоже перед тем как кушать беру горсть небольшую совсем небольшую семечек от тыквы они полезны и хлоп и начинают долго долго тщательно пережевать в пыль буквально в пыль а это процесс не быстрый и соответственно у меня уже начался процесс еды но при этом я не набиваю там целый желудок а он у меня пустой и вырабатываются вещества нужные для подготовки к еде к настоящей и потом также я постепенно вовлекаюсь там начинаю есть одно другое третье яблочко туда-сюда дохожу до там до блюда там рыбу или мясо или там кашу тоже гречневу еще что-то такое и нормально просто я вспоминаю себя я в молодости по полбанки сгущенки каждый день ел и никаких проблем не было а почему а потому что это полбанки сгущенки съедалась этими веществами полностью ничего в жир не шло я двигался много но сейчас если неправильно питаться сколько ты не двигался все равно разжирнеешь потому что движение она только помогает помогает правильности но правильное питание все равно на первом месте должно стоять насколько бы толстый зарядку не делал есть он неправильно будет питаться ему так толстым оставаться только себя измучает вот такие мысли хотел высказать по поводу сброса веса причем вес уверенно идет вниз я не ем сладкого я не ем никаких мучных изделий хотя вы знаете намерен эксперименты ставить постепенно все таки сладкое водитель и смотреть что из этого будет при двух то разовом питании я думаю здесь я на завтрак съем какую-нибудь сладость ничего страшного не произойдет потому что во первых я взял за привычку после завтрака идти куда-то гулять что все разошлось как следует и после обеда тоже гулять знаете как раньше и было я все время двигался куда-то и ходить стало легче потому что веста сбрасываю сбрасывается сейчас 90 килограмм и 300 грамм у меня это этот вес уже при моем росте метр восемьдесят позволяет уже спокойно ходить без напряжения по пять-шесть километров за раз можно пройти ну может быть там чуть-чуть на скамейке посидеть и ну так же не сильно уставать нормально что еще хотел добавить что еще хотел добавить хотел добавить то что я очень много слышал от людей всяких глупостей про сброс веса миллион до неба просто столько аж уши вянут оказалось все так просто нужно жить в соответствии со своими предпочтениями еще я заметил человек который не толстый очень часто очень часто говорит хочу кушать и начинает есть потом не хочу и оставляет порцию потому что он всегда сориентирован на хочу не хочу а толстый он так не делает он не хочет кушать а все равно кушает потому что ему предложили а художник скажет нет я не буду я не хочу а то что не отказывается почему да потому что он все время голодный если бы он был сытым он бы тоже отказался во время приема еды он в общем получается что все времени не доедает потому что вот эта иммунная система идет в развлад не иммунная как это инсулин его недостаточно где нужно а где не нужно его тоже мало общем вот там так вот все очень объясню как смог и всем желаю здоровья счастья любви процветания сумбурный ролик но во всяком случае да и кстати эта штука называется интервальное питание и меня на нее натолкнул рыбаков миллиардер то вот этот он как сказал про интервальное питание все это соблюдать такие правила всего горит проще два раза в день питайтесь и все нормально я попробовал действительно гораздо лучше гораздо легче гораздо проще вот у кого маленький желудок кому два раза в день они там с ума сойдут а если один раз и тем более в один раз я думаю это надо для тех у кого совсем желудок большущий кишечника ножки небольшие он ходит ему надо много-много-много еды когда там один раз наелся все забил туда до отказа и целые сутки гулять и правильно конечно если например человек с юга да у него что много еды ему не надо за ней ходить далеко а если человек где-то там где еда далеко находится надо покушал как следом долго 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 идти и чтобы не голодным быть ему же нужно место много вот природа так и придумала мы все разные и поэтому для каждого нужна своя метода вот заговорился давайте пока пока и самое главное счастье в личности всем пока